Итак, половину примерно всех случаев, с которыми мы ими летели, вот я и мои коллеги, это Луна и чуть-чуть Солнце. Еще процентов 30. Это Венера. Яркая, самая яркая небесная светила, ну, после Солнца и Луны, конечно. Вот мой снимок из пухонного окна. Солнце только что зашло, небо еще светлое, никаких звезд их по мини нет, а Минера уже вовсю видна. Она настолько ярче всех остальных звезд, что бывает видна даже сквозь тонкие облака, лишь тем более в первые часы после заката, когда небо еще настолько светлое, что звезд не видно. И с ней связана масса историй. Наши газеты еще в советское время издевались над американскими полицейскими, что вот там полицейские два часа, там сколько, полчаса, я не помню, гнались на машине за МЛО, а это оказалось Венером. В году в 96-м, по-моему, в наших газетах появился рассказ. В Подмосковье два милиционера гнали за МЛО. Это оказалось Венером. Почему именно милиционеры так плохо знают астрономию? Не знаю. Видимо, знали бы хорошо астрономию, не стали бы милиционерами. В Венером очень часто. Еще одно. Ну, теперь уже по нисходящей. Вот это небесное явление, которое, я думаю, в Киеве нечасто бывает. В Москве заметно чаще. Москва-Север. Это серебристые облака. Очень интересная вещь. Полночь. Вот это мой снимок, я его сделал с балкона. Полночь. Это тут центр Москвы, как раз я на юге живу от Москвы. То есть это направление на север, вот примерно туда. А в полночь, когда Солнце уже и в помине нет, в полночь он под горизонтом, но в дни летнего Солнца стоять, когда оно не глубоко под горизонтом, оно садится на западе и где-то вот здесь вот проходит на севере, и потом на северном востоке восходит. Неглубоко. Но все-таки небо абсолютно темное уже должно быть. И вдруг появляется вот эта красота. Эта красота бывает самой разной формы. А, ну, потом покажу. С чем это связано? Изредка. Ну, такие яркие серебристые облака бывают примерно раз в 5-7 лет. А более слабые бывают гораздо чаще. Солнце подсвечивает самые верхние слои атмосферы, которые оно может достать, и они у нас, ну, если не над головой, то вот где-то в сегменте северной части неба. Там уже и воздуха почти нет. Но откуда-то там берутся очень прозрачные, крайне незначительные облака из кристалликов воды. В обычное время их не видно, они не заслоняют звезды почти, никому не мешают, правда, астрономы не мешают. Это наше дело. А вот в дни летнего солнцестояния язык их бывает. Они самые разные формы принимают. Если же на фоне серебристых облаков еще появляются низкие наши обычные термосферные облака, то их тоже странную форму может принять за что угодно. Я один или два случая наверняка сейчас могу припомнить, когда с серебристыми облаками приходили нам, в связи с ними приходили сообщения об инновации. Разные метеорные явления. Ну, пожалуй, это более или менее люди понимают. Таких сообщений было немного, но кто-то и с ними не знаком с метеорами. Особенно с болидами яркими. Они иногда медленно идут по небу. В течение нескольких десятков даже секунд бывают видны. Возбуждают интерес. Но это редкость. Это, пожалуй, редкость. Я так до кучи просто собрал. Ну и, наконец, как говорится, перейдем к настоящим летающим тарелкам. Вот документальный снимок, а вот летающая тарелка. Что вы можете сказать по поводу этой фотографии? Она была сделана в Канаде в начале 60-х. Обычные люди на обычной рыбалке вот увидели летающую тарелку, сфотографировали. Как вы думаете, что это? Давайте посмотрим дальше на подобные объекты. Отхожение рыбки. Вот летающая тарелка. Ну, это обратно. Вот летающая тарелка. Ну, это облака. А вам часто приходилось видеть такие облака? Я думаю, что никогда. Это редкая форма облаков, лентибулярные, то есть лензовидные облака. И они в очень специфических условиях формируются. Давайте эскадрилье летающих тарелок. Я в одном итальянском музее наткнулся на такую картину. Ну, это не горная, но все-таки религиозная картина. Два пилота на облаке совершают формирую. Ну, не будем уточнять их имена. Но на детали часто бывает. Это горная страна. Часто бывают такие сканды. А вот фотография над Италией, сделанная, так сказать, честным образом. Да что там в Италию ходить? Родной пензаж. Гора. Машук, да, по-моему? А не Машук. Бедведь-гора. 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 Вот, пожалуйста. Обратите внимание, над вершиной. Помните, помню, у Лермонтова, да? Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Вот если вдруг чего это она ночевала? Все плывут куда-то, а она ночевала. А дело в том, что вот такого сорта облака рождаются над вершинами гор, как правило, не всегда, но как правило, и висят как будто приклеенные к ним, потому что это не постоянное облако. Это та область в атмосфере, где конденсируется водяной пар. Течет богатый паром воздух, взмывает по склону горы вверх, остывает, расширяется, остывает и биопатически. И кристаллики, капельки воды там формируются. Воздух течет себе дальше, а область формирования остается над горой. Пожалуйста, вот не менее родная гора этот наш Эльбрус. Самый знаменитый над ним. На Чукотке вот мне прислали геологи фотографии, вот, пожалуйста, эти самые тарелки. Как правило, это бывает над вершинами гор. Ну вот, замечательная совершенно вещь. А вот этот снимок... Ой, куда? Этот снимок сделал как раз... Ну ладно, я еще покажу похожий снимок. Как раз над тем местом, где впервые обнаружили летающие тарелки. А вот астрономы, могут ли летающие тарелки видеть? Да видят. Мы, как правило, в горах работаем. Вот лучшая в мире горная обсерватория на острове Таи-Гаити. Там японский телескоп стоит субаром. Вот, пожалуйста, над большими горами висят летающие тарелки. Вот эти самые лентигулярные облака. Вот они, вот они. Они очень часто становятся предметом, ну, так сказать, сообщений об НЛО. А, вот это я вам тоже хотел показать, это та самая гора Рейнер, над которой тот самый американец Кеннет Аррен в 1947 году впервые увидел нечто, о чем он сообщил журналистам, и пошло и поехало. Эпоха летающих тарелок получилась. Как видите, они тут, и вот эта самая гора Рейнер, а вот они, вот эти самые эскадрильи НЛО. Это бывает нечасто, но это бывает, и разные формы принимают, и может сбить человека, ну, неживущего в этой области, попавшего туда впервые, незнакомого с такими атмосферными явлениями, при определенном освещении солнца. Я же не утверждаю, что все НЛО – это облака. Конечно, нет. Но, как видите, запнуться от таких странных, редких явлений можно, причем не только в горах. Так, вот местность, ну, сравнительно равнинная, есть какие-то холмы, но, в общем, небольшие, а облака такие рентикулярные, формируются и над ними. Иногда даже вот в Подмосковье сфотографировали, это такое облако-тарелкообразное. Или вот вообще на горизонте, где-то в пустыне, тоже. Да еще, да, с хвостом. То есть тут эти фотографии найдете сколько угодно. И люди уже более или менее разобрались в высущности, ну, и все это понимают. Вот этот снимок сделан в Москве, на кольцевой дороге, обаяцывающей Москву. Выложен в интернет. Вот что по его поводу можно сказать? Честно говоря, ни я, ни мои коллеги довольно долго не могли как-то интерпретировать это. Ну, вроде на летающую тарелку-то похоже, но хотелось понять, что же все-таки это такое. Более низкие облака над городом, осень, октябрь. Но вот что это? Мы с такими атмосферными явлениями раньше как-то не попадали, а не в поле нашего зрения. В Подмосковье через год сфотографировали мои друзья еще тоже похожую вещь. Тут уже был намек. Мы видим поток воздуха, который спускается вниз, сквозь это как бы отверстие в облачном слое. А у себя дома, я люблю очень из окна фотографировать, сидишь, работаешь, что-нибудь на ней появится, раз, можешь сфотографировать. Я довольно часто осенью снимаю вот похожее явление, но про его происхождение я знаю точно. Там за домами стоит тец, и из стеклых труб поднимается воздух, который пробивает дыры в этом облачном слое. А вот тут это на природе сделано, никакого тец нету. А еще более яркая такая вот провал в облачном слое. Выяснилось, стал читать книжки по метеорологии, выяснилось, что это знакомое в физике атмосферное явление. Когда два слоя воздуха с разной температурой двигаются один на другой, холодный сверху, плотный воздух, то, ну, физики знают этот термин, явление неустойчивости, там, ролей Тейлоровской. Холодный воздух проваливается сквозь стекла, вниз падает и пробивает такую дыру в этом облачном слое. Ну, пожалуйста. Это не просто, что в таком слое проводится, какие влетели? Кто проводился? Это не просто, что в таком слое проводится, какие влетели? Это ужасно. Ну, фуня, ничего, да. Ну, вообще, это та самая, что воздушная яма называется. А это было? Да. Ну, вот не всегда она так красиво на небе выглядит, эта самая яма. А оно еще, в таком случае я вам показал. Ну, правда, красиво, но говорят, из тарелки вниз били снобы света. Да вот они, снобы, только не вниз обед, тут солнышко подсвечивает, вот этот опускающийся газ. Но красиво, но можно, так сказать, ахнуть и сказать, что видел на луке. Теперь, обратимся, хватит, а по облаках уже надоело вам одно тело. Теперь к техническим событиям, к техническим явлениям. Ну, казалось бы, аэростарм. 200 лет они летают, все с ними знакомы. Что тут может быть необычного? Да, как правило, как-то вот Монгофьер последние годы летает, газовые горелки нагревают теплый воздух, но не узнать аэростарм невозможно. Но, оказывается, не все так просто. Аэростарм разные бывают. Не только Монгофьер, которые внизу летают. Вот вам пример. Мой собственный личный. Август 91-го года. Белый дом. Пуч. Ну, помните, да? Интеллигенция защищала там лицинскую команду Белого дома. Я там сидел, все, кончилось это дело, защитили. Эйфория общая наступила. Я в утром привел свою семью, дочку маленькую показать, где мы там охраняли демократию. Какие-то ребята запустили аэростарм. Ну, полурекламный, полурекламный, полурет такой, какой-то победительский, там, флаг России был. Он на веревочке был привязан, вот, на земле почему-то. Я, проходя, я его сфотографировал. А на следующее утро в газетах появилось сообщение. В Подмосковье наблюдали НЛО. Выяснилось, что эта штука отрито, не оторвалась, развязалась там внизу. И ее ветром носило над Подмосковьем. Тут же, значит, кто-то не понял, кто-то написал газетам. В Подмосковье наблюдалось НЛО. Вот, так сказать, пример, который буквально у меня в руках был. Я его от начала до конца весь видел. Аэростаты бывают сегодня... Вот, есть такое мнение, что аэростаты – это прошлое. Что когда-то летали на воздушных шарах, а сегодня уже какие там воздушные шары? Нет. На них сегодня все чаще и чаще запускают научную аппаратуру. И шары, между прочим, поднимаются до больших высот. И начались такие эксперименты не сегодня, не вчера, а где-то сразу после Второй мировой войны. Вот малоизвестный эксперимент, который очень сильно возбуждал американцев в конце, в начале 50-х, в конце 40-х, в начале 50-х. Ракеты тогда были слабенькие. Высоко подпрыгнуть они еще не умели. А геофизикам и астрономам хотелось как можно выше поднять аппарату. Что они придумали? К шару привязывается ракета, шар взлетает километров на 20 от Земли, уже довольно далеко. И когда он достигает максимальной высоты, ракета запускается, отвязывается, уходит выше. Это такая серия экспериментов «Ракун». «Ракун» – это вот аббревиатура от «Рокет плюс балун». «Балун» – это воздушный шар. Ракета – воздушный шар. Тот самый человек, весьма знаменитый, но я думаю, что портрет его вы видите впервые. Это Джеймс Ван Айген, человек, именем которого названы радиационные пояса сильные. Он их открыл на первом американском спутнике. Но я впервые тоже увидел его портрет, как готовил эту лекцию. Так вот, он тоже был в числе тех, кто использовал вот этот вот шар плюс ракета, вот этот вот тандем для исследования верхних слоев атмосферы. Когда ракета улетает, груз исчезает, шар еще выше взымается, и все, он никому не нужен. Его может неделями носить над всеми штатами, люди будут видеть его. Причем шары разные формы. Вот вспомните классификацию НЛО. Есть крутые НЛО, есть квадратные НЛО. Оказывается, есть и квадратные воздушные шары. Они, правда, не квадратные, а в форме тетраэнера. Я думаю, многие помнят пакеты с молоком советского времени, пирамидки. Вот это самое. Такой фото, как две пирамидки, два пакетика. Когда шар поднимается внизу, он вот такой. Но когда он поднимается на большую высоту, он раздувается до полной своей формы. И узнать его там довольно трудно. Он летает на высоте 30, иногда 40 километров. Внизу у вас уже может быть ночь. А там на высоте 40 километров, из-под горизонта, солнечные лучи его подсвечивают. Он очень ярко выглядел. Ну, примерно вот так. На фоне темного ночного неба. Он далеко. Я обещал вам сегодня как можно больше своего опыта. Я был свидетелем того, как в 69-м году в Волгограде, степной город, летнее, голубое, чистое небо, и вдруг над Волгоградом появилась летающая тарелка. Буквально весь город замер. Серебристая сигара, великолепная, такой вот малюсенькой сигарообразной форма, висела, мереет ли намеренно, перемещалась над городом. Ясно было, что это не самолет, что это вообще что-то непонятное. Буквально форма НЛО, вот летающей классической тарелки, такая вовлица. Город вот просто замер стоял. Люди стояли с болью. А я вышел из школы. Я был любителем астрономии тогда уже. У меня был самодельный телескоп. Я быстро-быстро побежал домой. Навел этот телескоп на эту штучку. Увидел, что это аэростат. Потом не знал, что недалеко от Волгограда, точнее, там, вблизи Саратова, есть, была тогда, я думаю, сейчас ее уже нет, военная база, аэростатная база. Пускай такие высотные аппараты исследовали атмосферу. Никто об этом никогда не сообщал. Все это было засекречено. Никто никому ничего не объяснял. Когда люди видели это, так они оставались в недоумении. Я думаю, в Волгограде тогда, в миллионном городе, у меня одного был хороший телескоп. Может, что кто-нибудь там был один. И вот мы разобрались в том, что это такое. Остальные не знают. Ну, аппараты странной формы. Всегда были и будут экспериментальные самолеты. Особенно много их после Второй мировой войны появилось. Даже во время Второй мировой. Даже еще немцы. Вот я показываю некоторые аппараты, видят бескрылых таких самолетов. И когда такие появлялись на голову людей, конечно, отрабрала. Люди не привыкли к таким бесхвостным самолетам. Часто тоже принимали за МРО. Ну, вот, казалось бы, это фантазия. В последнее время часто публикуются проекты синтеза аэростата и самолета. Аэростат хорош тем, что наполнил его легким газом. Больше денег тратить не надо, он летает. А самолет хорош тем, что он быстро летает и управляет. Нельзя ли совместить эти два качества? До сих пор это никому не удалось. Таких аэростата самолетов нет. Только на рисунках. Я вам расскажу, когда такой был. Я был свидетелем его создания. А в Саратове был в советское время огромный авиазавод. Сейчас он уже все кончился. Но тогда он был. Причем он был в черте города. Большой авиазавод в черте города. И они решили в начале, в конце 80-х сделать вот проект такого аэростата самолета. Он, ну, не знаю, на пирожок с короткими крылышками в покое. И они сделали даже экспериментальную модель. Вот фотография. Человек этой радиоуправляемой моделью управляет. Она летала по территории завода. А рядом жены и дома. Вот город вокруг. И все население видело вот этот вот бескрылый, непонятный тарелкообразный аппарат, который ширует над городом с миллионным населением. Модель они сделали, до полномасштабного производства дела не дошло. Там все обрушилось, потом завод закрылся. И никто уже, если честно, не интересуется. Вот такая. Вот даже экспериментальный полноразмерный был в цехах завода сделан. Но они не доверили. Вот и конца. Но вы же видите, это НЛО типичное. Вот представьте, если бы он еще летать начал. Большой, настоящий. Пока только модель была. Расскажу довольно детально. Есть у нас еще полчаса, да? Да, полчаса. Полчаса есть. Хочу детально рассказать одну историю, чтобы вы поняли, какой фактический материал нужно собрать, чтобы в конце концов все-таки разобраться в том, что было неожиданным на ней. Мне, как члену редколлегии журнала «Земля и Вселенная», время от времени присылали любителей астрономии какие-то свои фотографии. И вот в 88-м году любитель астрономии из города Тольятти прислал вот этот слайд. Ну, не очень качественный, но что-то на нем видно. Сказал, что он на балконе, вынести листок, собирался вести наблюдение, и вдруг это общежитие какое-то. Вот за общежитием увидел три светящихся шара на небе. Объясните, что это такое. Парень грамотный был. Он написал время, направление, азимут, высоту, в угловых, разумеется, единицы. Грамотный, любитель астрономии. Метров там уже не понимает, где это. В угловых, в градусах, высоту, горизонт. Все, что мог, описал. Я не смог ему сразу ответить. Хотя было подозрение, но никаких надежных выводов я сделал к нему. Ну что, отдельно? Это может быть какой-то фейерверк за домом сделанный, а может быть в сотнях километрах от этого города. Кто его знает? А может вообще на другом конце галактики? Непонятно. Пока расстояние не знаешь, ничего не можешь сказать. Прошло несколько лет. И в городе Новороссийске в то время жила моя тетушка родная. И она помнила, что я еще в школьные годы увлекался астрономией. И она из местных газет вырезала заметки, которые как-то на тему астрономии имели отношение, и присылала мне в письмах. У нее вот такое увлечение было. Она уже не понимала, что я давно не школьник, что я там профессиональный астроном, и знала, что мне это неинтересно. И письма время от меня приходило. И вот от нее пришло очередное письмо, и там заметка. Я обычно и так сразу не смотрел. И тут читаю заголовок. Три шара над городом. Думаю, три шара, где-то мне это попадалось. Поднял свои палки архива, смотрю вот этот слайд. Тоже три шара. Стал читать. Выяснилось, над Новороссийском, в тот же день, в тот же час, в те же минуты, люди наблюдали это самое явление. Заметку написал. Метеоролог. Не такой грамотный, как школьник, любитель астрономии. Потому что он ничего, никаких угловых кардинатов, ничего не привел. Просто описал события. Я сделал запрос, более точно все. И выяснилось, что один человек из Тольятти это наблюдал и видел на юге. Другой человек, это много людей, наблюдал из Новороссийска и видел на северо-востоке. И когда вы имеете два направления, вы можете путем пилинга на пересечении на карте посмотреть, в какой же точке это происходило. Ну и мои подозрения тогда подтвердились. Это было над космодромом Капустин-Яр. Это наш самый старый космодром. Он между Волгоградом и Астрахами, там, в степях находится. И тогда удалось высоту вычистить, примерно 300 километров. Значит, это вот сейчас то, что вы видите, на расстоянии 600 километров от мальчика, и примерно на таком же зовороссийском, на высоте 300 километров от Земли. Можно было сразу это понять? Нет. Тогда стало ясно, что это такое. На эту высоту прыгают наши геофизические ракеты, вот такие ракеты вертикально. И они в верхних слоях атмосферы, примерно там, где космонавты летают, чуть пониже, проводят активные эксперименты в космосе. Как правило, ну, в верхних слоях атмосферы, чем космос, взрывают такие пакетики с натрием, с калием, и в лучах Солнца светятся эти газы, расширяются, и по их расширению, по тому, как они дрейфуют в атмосфере, многое можно измерить и понять. Ну, ведь в советское время никто не сообщал в печати об этих экспериментах, об этих... Полстраны это видела, а никому ничего не объясняли. Ну, приходилось вот так вот долго-долго своим умом до этого доходить. Мальчик через несколько лет сделал еще один такой снимок, уже в 90-м году. Теперь мы уже знали, что это такое. Технические объекты, спутники. Ну, вроде бы мы сейчас привыкли к тому, как на небе видны спутники. Звездочка летит, находим других звезд, ничего особенного. Были спутники особенные, их уже нет. Ну, разве что вот Международная космическая станция, яркая такая звезда, но она редко в наших широтах бывает видна. А вот был такой спутник, два их было, под названием «Эхо». Это в первые годы в космонавтике проводили эксперименты по межконтинентальной радиосвязи. Там из Европы в Америку, из Америки в Европу, передавали радиосигналы таким образом. Огромный спутник, это баллон надувной. Он надувался 40 метров диаметром в космосе, больше этого зала. И его алиминированная поверхность, как зеркало, хорошо отражала радиоволы. И радиоволны из Европы в Америку, из Америки в Европу передавались. Плохо было. Ну, первый эксперимент. Вы представьте себе 40-метрового размера алиминированную вот эту вот штуковину. Как она, освещенная Солнцем, выглядела на фоне черного ночного неба. Это был фонарь, я хорошо это помню. Мы школьниками еще там, станция наблюдения спутников у нас была, мы наблюдали. Над городом это шло прямо сквозь облака, было видно, сумасшедшее. И каждый раз, когда пролетал такой над Советским Союзом, письма шли и в наши институты, и в другие астрономические, что такое на небе было. Тогда никто не говорил, что это было. Теперь мы знаем, это вот гигантские вот эти спутники. У них уже нет, они давно сгорели. Не актуально стали, но тогда были. Так что это было? Спутники. Спутники это были большие-пребольшие. Огромные спутники с зеркальной поверхностью, которые в лучах Солнца очень ярко ночью светились. Может, я тихо говорю? Нет. Нет? Ну ладно. А еще кое-что. Если вы помните конец 70-х, то первое массовое, массовое, массовый интерес нашей печати к НЛО был вот в сентябре 77-го года. Так называемое Петрозаводское явление. Скрыть это уже было невозможно, поэтому напечатали почти все газеты. Над Петрозаводской областью, над Ленинградской, над Карельской, в большом регионе было видно, ну, утро уже там, солнышко скоро взойдет. Вот такая, все ее называли, медуза светящаяся. Что это такое? Ее видели летчики с самолетов, из земли, там, обходчики рано, в 4 часа утра было видно. Вот, надо было это объяснить. Разобрались, объяснили, но вот уфологи, те, кто ждут визитов пришельцев, они не верят во все эти объяснения. Там недалеко есть наш северный космотрон, с него запускают ракеты-регуляторы. Смотрите, как выглядит момент запуска ракеты. Ну, некоторый момент, когда там на большой высоте включаются двигатели второй ступени. Вот вам медуза, та самая. Вот еще одна, медуза, это первый этап полета, а дальше ракета улетает в горизонт, это наш союз взлетает. Вот еще твердотопливная ракета взлетает. В общем, ракеты нам такие чудеса. Полюбуйтесь. Это несколько лет назад видели жители Натвегии. Нравится? Да. Прекрасно. Такой рисунок на небе сделайте. Правда, дороговато стоит этот рисунок. Это наша новая баллистическая ракета, испортившись во время полета, ее с подводной лодки запускали. Вот такие каракули на небе чудесные. Никого не зацепило. Никого не зацепило, но красота, правда, красота. Булава. Булава, булава. Жуткая. Ну, первые запуски любой ракеты, они не очень удачные. Вот булаву пока довели до ума, она вот такие, ее в сторону туда, на север пускали. В Норвегии было очень красиво. Изумительно. Смотреть. Красиво. Сторожно. Мне так нравится. Спирально. Картинка, которая. Что она обошлась? Ну, и ребята в Север-Север. В Норвегии много. Я думаю, у меня театр из-за того, что это я уважаю. Да, по-моему, бесплатно. Вот киносъемка не очень приятного явления. Взрыв. Последние ступени ракет-носитель. Китайская ракета была. Она взорвалась. Газы вот расширились. Видны маленькие осколочки, которые сопровождают основной очаг. Бывает, что взрываются последние ступени. Там остатки топлива. И вот перед вами такое событие на небе. Или Луна. Вернемся к Луне. Луна большая. Да, любители астрономии наблюдают ее все время. Тысячи людей каждую ночь. Я ее всю жизнь наблюдаю с детских лет. На фоне Луны можно увидеть что угодно. Когда говорят, что на фоне Луны НЛО летает. Посмотрите, что только не летает на фоне Луны. А это на фоне Солнца, кстати. Ну, Солнце такое же большое, как Луна. Если вот сейчас в наблюдении идет прохождение Меркурия по диску Солнца. Меркурий уже сюда влез. А тут еще и самолет появился. Как правило, астроном не может понять, на каком расстоянии от него находится объект. Если вы ночью наблюдаете, вот у меня огромное, 50 лет я уже в телескоп смотрю. И пушинка какая-нибудь, насекомая недалеко от объектива пролетела. Там снежинка, если повыше в холодных своих атмосферах. Проекции на Луну все это создает самые невероятные иллюзии, что там рядом с Луной что-то такое летает. Кроме, не все удается объяснить. Вот я признаю, что, например, в сети довольно часто публикуется даже не снимок, а некий моек, движущийся. Этот снимок сделан американскими астронавтами с одного из посадочных аппаратов, когда они уже к Луне приближались. И вот иллюминатор, они сфотографировали поверхность Луны. Вот какое-то светлое пятнышко вот так прошло в поле зрения фото киноаппарата. Честно говоря, я так и не понял, что это было. И думаю, что кроме как специалистов, которые детально знают конструкцию аппарата, конструкцию иллюминатора, сколько слоев там стекла и под каким углом они друг другу повернут, конструкцию фотообъектива, сквозь который делался этот снимок, конструкцию космического корабля, от него все время что-то и отлетает. Любой космический корабль постоянно теряет в своей поверхности маленькие замерзшие кусочки газа, там остатки доплива, пыль какой-то. Никто кроме них этого объяснить не может. К сожалению, вот мало в чем упрекнуть можно сотрудников НАСА американского. Но в этом можно упрекнуть. Они не стараются объяснять публике какие-то технические детали, вот смахивающие на НЛО. И, видимо, не до этого. У них своя серьезная работа. Жалко. Кроме них это никто. Я не могу объяснить. И никто из нас детально незнакомый с этой техникой не может. Но такие эпизоды в интернете найти можно, и на объяснении им пока нет. Ну, по интернету гуляют еще всякие фотографии пришельцев. Давайте оставим эту тему. Тут все понятно. Да, нормальным людям все ясно. Деньги не пахнут. А вот это для меня тоже круги на полях. Всех с ними знакомы. Вот это для меня до сих пор в некотором смысле загадка. То есть я, конечно, не связываю их с работой пришельцев. Хотя этих кругов, они все более замысловатыми эти рисунки становятся. Вы уже есть целые коллекции, вы найдете. Я могу лишь восхищаться вот этим народным творчеством на полях. Причем возникают они, как правило, в летние месяцы, в дни студенческих каникул. Как правило, сразу после уборки серна у них. Потому что если бы до уборки их бы в суд потащили, этих пришельцев или этих студентов. Я не знаю, кто их делает. После уборки можно эти поля, в общем, так немножко издеваться над ними и создавать произведения искусства. Ну вот, например, у нас тоже пытаются это копировать. Вот на Ставропольских полях тоже появились круги. То ли к нам какие-то не те пришельцы залетают, какие-то не очень правильные круги, да и дырки вот от колы, чтобы вернуть. В общем, у нас и пришельцы тоже не очень умелые заводятся. В Англии они как-то более красиво работают. Вот любопытная история. Рядом с одной из английских радиообсерваторий. Это малоизвестная обсерватория, хибалтонская. Ну их много довольно в Англии. Вот на полях стали появляться эти рисунки. А в 2001 даже два. Вот один, вот второй, вот они увеличены. Видите, появились? А этот, если вы не видите, получше тут видно, это лицо. На лицо человека положено. А вот это очень интересный рисунок. Это почти точная копия радиопослания, которая в 1974 году нашим наземным радиотелескопом была отправлена в сторону шарового скопления МСИА-13. Они почти точно скопировали эту картинку, но немножко ее видоизменили. Немножко фигуру человека превратили в какого-то осьминожку. Немножко там один химический элемент добавили. Я удивляюсь, насколько видна фантазия у тех, кто это делал. Ничего более оригинального, чем скопировать это известное послание, немножко его изменить, а не смотри. Но работа красивая. Но на поле создать такое вот, не потоптав остального там... Кстати, можно заметить, что обязательно это вот дорожки, по которым трактора ходят, уборочные, обязательно дорожки пересекать. Нет ни одного изображения, которое бы лежало между дорожками, потому что тогда бы отпечатки ног остались, тех, кто это делает. Ну, если это не пришельцы, которые лазером, конечно, сверху, это все, если это обычные думорки, но они всегда стараются ходить по уже продонтанным крайним этим тракторам дорожек. Но красивая работа, согласитесь. Красивая. Вот это народное творчество, которое до сих пор для меня тайно, как же и кем же это делается. Как удачно ночью они все вот это воплощают. А разлево, разлево. Ну, вы видите, ну, это, по-моему, тут 40 на 50, а тут где-то 20 на 60 метров, примерно так. 30 на 70. Или 30 на 70, я сейчас точно не помню. Ну, вот еще одна шуточная картинка. Будем ли мы интересны пришельцам? Может быть, они с полями общаются, а с нами нас не замечают. Вообще вся эта деятельность летающих тарелок, она похожа на хулиганские действия подростков. Вот выныривают из-под воды, носятся перед старушками, рисуют на полях. Выйти просто на контакт с учеными, поговорить о серьезных проблемах, и этого они не хотят. Может, к нам прилетают одни недоросли, с дальнейкой звездой, я не знаю. Еще один случай, которым я был свидетелем, могу сказать, как рождаются мифы. Это 94-й год, лето, разгар отпусков. Я сижу в институте, почти никого в отделе, никого нет. Сижу, работаю, звонок по телефону. А вы знаете, что в Москве опустилось НЛО? Не знаю. Ну как же, в газетах сегодня утром об этом написано. Мы телевизионные журналисты, мы собираемся на место посадки НЛО, знаем, что вы астроном, не хотите присоединиться к нам, как бы прокомментировать это. Хочу, а почему нет? Они за мной заехали, я взял фотоаппарат, это мои фотографии. Мы приехали, кто знает Москву, район Орехово-Борисово, на юге, на юго-востоке Москвы. Там еще участок застроено место, а раньше там такой пустырь был большой. На пустыре действительно такая травка низкая, а тут круг примятый такой пожелтой травы, в некоторых местах пучерневший. Ходят люди, обсуждают эти публикации утренних газет, что вот тут опускался НЛО. Особенно активно мне запомнился этот человек с подтяжками, видимо, из бывших военных. Он так вот это черное вещество брал на палец, вот сюда вот на палец, подносил к носу каждого, и говорил, понюхайте, понюхайте. Чувствует, чем пахнет? Это же ракетная топлива, потому что я-то знаю. А два мальчика, школьника, подошли тоже, пощупали это место. Да, дядя говорит еще, руку подносит к этим черным местам, говорит, попробуйте. Чувствуете, тут тепло, а тут прохладно, а тут тепло, радиация. Чувствуете? Подошли школьники и говорят, дядь, да оно просто на солнце нагрелось, оно же черное. Уйдите, мальчики, вы ничего не понимаете. Он серьезный очень дядь, и он продолжал заливать про НЛО. Тут ажиотаж начался, телевизионные камеры, вот мы туда приехали, вышли из соседних домов старушки, две, три старушки. Говорят, а что вы тут делаете? Мы говорим, да вот место посадки НЛО обсуждаем. Какое НЛО, говорят старушки? Тут несколько дней назад, две недели назад, скосили сено, поставили стажок, а вчера, вчера его подошли, тот подошел, он загонился. Приехали пожарники, разобрались, это сено потушили, увезли. Это осталось вот пожухлое место от стонга, и подпалено. Мы даже нашли там углубление от шестов, которые, знаете, прижимали в стогашку, не заметилось сено. Все. Казалось бы, вот телевидение это снимало, да, журналисты это все слышали и видели. Казалось бы, в газетах следующего дня, утром, должно было быть объяснение этого дела. Ничего. Зачем? Это надо членателям, да? Сегодня им сообщили, что в Москве опустилось ино, завтра промолчают о том, что никакое это было не нового. Вот так нормально работают газеты. Я-то зимой этого был следил, да, все мои снеги. Могут ли быть внеземные существа разумные? Конечно. Ну, что мы одни, что-то, естественно, могут быть. Могли ли они когда-то прилетать на Землю? А почему бы нет? История Земли 4 миллиарда лет. Наверное, когда-то могли. Поэтому есть довольно большая струя такая, интересующихся палео-визитами, остатками визитов некогда прилетавших сюда пришельцев. Эти люди обычно предъявляют нам сооружения, которые явно древние, которые, вроде бы, древний человек не мог своими руками, своим умом создать. Ну, в сторону хеншевские камни, пирамиды хеопса. И действительно, пока мы не воспроизведем это голыми руками, почти голыми руками, как это две, там, три тысячи лет назад было, на сто процентов поверить, что это сделали наши предки, нельзя. Кто бы не убеждал нас, что это сделано вот так, технология такая, вы знаете, как? Сделайте еще одну пирамиду хеопса, тогда мы поверим, что это возможно без современной тяжеловесной техники. Пока этого никто не сделал. Но вроде бы археологи говорят, что это возможно. Есть совершенно уникальные объекты, ну, Бальбекская веранда, я думаю, немногие помнят, что это такое. Казанцев в свое время описывали на Ближнем Востоке, есть город, он сейчас в Ливане. Бальбекс, такой затрепанный городишко, когда-то римская там колония была и сохранились, это вот картина начала двадцатого века, просто акварель кто-то рисовал и нашел случайно. Вот современные снимки, там римские строения, но они стоят на гораздо более раннем фундаменте, и посмотрите, какого масштаба этот фундамент. Это двадцати, тридцати тонн блоки, вытесанные соседними гимноломниками, а он там не очень далеко, но как это было сделано, непонятно. или вот строение южноамериканских индейцев, инков. Я там не был, но верю тем, кто пишет, что между этими камнями невозможно там лезвие бритву отхнуть, так они подобны друг другу. И апологет вот визитов говорят, что, ну, естественно, лазером, лазером это все вырезали, камни пришельцы. И вообще говоря, любой любитель астрономии знает, своими руками можно полировать зеркало для телескопа, просто потирая одно стеклышко, один стеклянный диск или каменный все равно, а другой. Вы полируете до оптического качества. Что там этим инком? Просто потрите два камня друг от друга и получите идеально. Так что вот это меня не сильно удивляет, хотя это тоже работа сложная. А вот это удивляет. Остров Пасхи, вот эти истуканы, которые хер, ну, там, Хердал доказал, что это по силам человека. Он там за ящик рома попросил местных, они ему перетащили, поставили этого истукана. Вопрос, зачем им это было нужно? Такое напряжение силы. Население острова маленькое, там прокормиться трудно, а истуканов, дай бог, сколько на берегу стоит. И вот зачем, и почему они наверх смотрят? Ну, может, не совсем наверх, куда-то в горизонте. И зачем люди напрягаются, вот в этой работе? Или вот эти странные рисунки, вы знаете, это Платон Наска, Перу. Рисунки гигантского размера, сотни метров. Не окинуть их взглядом невозможно, когда, ну, это вот все плато, его карта, когда вы стоите внизу, видите крохотный кусочек этого рисунка, а подняться в те времена и в сотни лет этим рисунком не на чем вроде бы было. Ну, вот, тоже загадка. Хотя и говорят, что это все работа наших предков, американцев, но объяснить причины создания этих рисунков как-то вот пока сложновато. А связывать с пришельцами у нас тоже вроде бы нет факта. Другие планеты. А что, собственно, на Земле? Почему только на Земле должны были следы пришельцев остаться? У нас вон еще семь планет в сообщее системе. А на Марсе, например, есть следы пришельцев? Есть, говорят некоторые. Вот есть такая область, это фотокарта Марса. Вот такая область на Марсе, Кедония. И там, смотрите, пирамиды, вроде как в Гизе, большая, поменьше, и Сфикс. Вот они, следы либо древней марсианской цивилизации, либо пришельцы тут работают. Мы рады представить себе пришельцев, которые сооружают пирамиды каменные. Ну, как-то, сложновато. Делать им больше нечего, чем громоздить. Ну, а может быть, хобби у них такое. Давайте посмотрим поближе. Особенно Сфинкс привлекал внимательную воду на плохих фотографиях. А когда появились более крутые, как сейчас говорят, спутники Марса и передали нам четкие фотографии этой области, ну, как мы подозревали, гора горой. Никакого там сфинкса, просто игротина. Поезжайте в Крым, и каждая вторая скала похожа на Волошина в профиль или на кого-то другого известного персонажа. Игра воображения. А на этом ведь был сделан хороший бизнес. Книг, вот одна из книг, на английском, посвященных этому марсианскому сфинксу, хорошо продавали с миллионами тиражей. Нормально. Вот, в другой проекте это самая гора. Как говорят геологи, останется, ну, размытая эрозией, там, твердое основание вулканической горы. Боже, я уже перебрал время. Сильно, да? Или, вы сильно устали, нет? Вот сейчас восемь по местному, ну, восемь, пятнадцать, я точно закончу, клянусь. Что-нибудь о настоящем я ожидал вопроса. Что нам тут все заливает? Что-нибудь о настоящем и вулканице? А это вам были не настоящие. Понятно. Так, коротенький рассказ об эксопланетах. Это важно, он очень короткий. Сегодня, кроме восьми планет в Солнечной системе, нам известно около двух тысяч планет у других звезд. Вот статистика за последние годы открытия планет у других звезд. Особенно быстрое их количество увеличилось в последние годы благодаря американскому спутнику телескопу Кеплер, который просто в сумасшедшем темпе открывал. Сегодня мы знаем около двух тысяч планет. В основном это не очень для нас подходящие планеты, типа Юпитер, огромные гиганты. Но вот современная коллекция планет, экзопланет, то есть планет у других звезд, похожих на Землю. Это для сравнения Юпитер, там, уранный тон, наша Земля, а вот то, что мы понаоткрывали у соседних звезд, более или менее напоминающих нашу Землю. Конечно, это не фотографии, это рисунки художника. Единственное, что мы знаем об этих планетах, их массу и размер. Размер тут правильный. Масса, ну, в два-три раза обычно больше, чем у Земли. А есть вообще, почему? Копии Земли. Ну, просто копии Земли. Крестиками показаны планеты, о которых сообщалось, что они открыты, но более детальные наблюдения показали, что нет таких планет. Закрыли. А все остальные, вот, вроде бы, подтверждены. Важно не только найти планеты у других звезд, а теперь их миллиарды. Мы понимаем, что их миллиарды, почти укажены звезды. Важно, чтобы она была похожа на Землю, еще в таких же условиях, как Земля находилась, то есть недалеко от Солнца, не слишком близко к Солнцу, а в обзимальной зоне, где температура на поверхности планеты, ну, близкая к земной, чтобы вода была женькая, тогда и, так сказать, братья Боразовы там могли бы найти. Этот коридор называется зоной жизни. У нас в солнечной системе в него попадает Земля, в Венеру уже не попадает, там слишком жарко, и может быть Марс немножечко попадает. Вот, нашлись и такие, нашлись. Более того, сегодня мы знаем, что в солнечной системе жизнь может быть не только на Земле, есть для нее условия на спутниках планет-гигантов, у Юпитера, у Сатурна, есть большие спутники, побольше нашей Луны даже иногда, и там подо льдом океаны жидкой воды, огромные океаны при комнатной температуре, нормальная жидкая соленая вода где может процветать. Так что и у экзопланет тоже свои спутники, могут быть и тоже свои условия для жизни. А можно ли обнаружить жизнь на этих далеких планетах? Трудная задача. Для современной астрономии она, ну, буквально, почти невешаемая. Нужны очень большие телескопы. Планетки маленькие, они далеко, у других звезд, чтобы собрать свет от них, чтобы его проанализировать, нужны большие телескопы. Их сейчас строят. Вот сейчас начинает рождаться новое поколение телескопов с диаметрами объективов 30-40 метров. Гиганты. Их строят европейские, астрономы, американские, японские, так как кооперативно, очень дорогие инструменты. Где-то через 10 они начнут, ну ладно, там, в общем, через 10 уже начнут работать активно, и тогда мы узнаем, есть ли признаки жизни на этих планетах. То есть кислород в атмосфере, какие-то другие газы. Ну а пока, что нам делать? А пока есть надежда только связаться по радио или каким-то другим образом, как передать информацию на те планеты, где жизнь не просто, а разумной формы. Приняла технология какая-то, то есть похожими на нас. Можем ли мы летать от звезды к звезде? Расчеты показывают, что послать корабль с людьми или надеяться на то, что к нам прилетят корабли с, ну, так сказать, с живыми представителями других цивилизаций почти невероятно. Такая энергетика требуется, что это за пределами ресурсов целой планеты находится. Но можно обмениваться информацией. Мы же сейчас уже вообще в гости друг к другу почти не ходим. Мы звоним, письма электронные пишем. Нам главное узнать, как у них дела, что у них как-то, чего обстоит, как они там живут, из чего сделают. Для этого вовсе не нужно большие корабли отправлять. Сегодня, вот то, что мы называем флешка, маленький носитель информации весом 10 грамм, его запустить в межзвездное пространство, это копейки стоит. Более того, есть способы, используя так называемый эффект гравитационной рогатки, ну, или там, гравитационного маневра, практически бесплатно запускать легкие носители информации на этих флешках, микроспутники, к любым звездам в пределах нашей галактики. Для этого существует чистая физика. Уже сегодня космические корабли, ну, зонды, летающие к далеким планетам, пользуются притяжением промежуточных планет, которые толкают их, разгоняют и увеличивают их скорость, бросают от одной планеты к другой. Этот же эффект можно использовать для межзвездных путешествий. И уже сегодня вот на базе существующей техники можно создать микроспутники, которые будут таким образом разгоняться и улетать к любой, но они дешево будут стоят. Не исключено, что не только мы такие умные, но и к нам залетают такие же послания. Энциклопит. Попробуйте их найти, они же маленькие. Вот что нужно ожидать. Что почитать на эту тему? Могу рекомендовать одну очень хорошую книгу. Дело в том, что единственный раз в истории Советского Союза Министерство обороны заинтересовалось НЛО и вкупе с Академией наук организовала небольшую такую группу ученых и инженеров, которые несколько лет занимались этой проблемой. Ну а в качестве более легкого чтива, где нет формул физических, могу свою книжку порекомендовать, а маленькая. В ней еще какие-то дополнительные вещи, что я не успел рассказать, описаны. А на всем закончу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ